Добрый день! Сегодня у нас продолжение первого видео по поводу настройки автомобиля Deo Nexia 2-го поколения. Мотор здесь 1,5 литровый. Редуктор установлен в этом месте. Редуктор Вот машина так работает по холостому. Сейчас правда у нас обогащенная смесь, но при пошлой регулировке я регулировал смесь, добавив через холостой ход, через винтик сверху железный, который стоит. В этот раз мне пришлось его полностью убрать, потому что то ли газ другой, то ли как-то машина не совсем себя хорошо чувствовала. А, забыл показать, какой у нас стоит здесь сзади. Опять же этот зонтик. Проведено все через машинку. Сейчас проедем и расскажу, как это все работает в движении. В принципе, можем ехать. Теперь попросим водителя ехать в стандартном его режиме. Примерно с одними и теми же оборотами. И мы посмотрим, как работает смесь. Вот сейчас, если вы видите 14,7 при разгоне, наступает чуть сильнее. Обогащается до 13,2. Еще наступает. Держит примерно по обольщенную смесь. Теперь можем ровно ехать. Четвертая передача. Скорость примерно 60 км в час. Едем в движение и посмотрим, что у нас получается в движении. То есть стихиометрия для газа у нас 15,6. Сейчас 15,3 при нормальном держании оборота. И бензиновая, напомню, 14,6. Сейчас газовую второго поколения. Мы настроили между бензиновой, получается, и газовой стихиометрией. То есть не объединенная смесь, а именно та, которая нужна. Между 14,6 и 15,5-15,6. Между двума стихиометрией. Вот сейчас водитель добавляет газ. Мы видим 13,14. Сейчас отпустит немного. Будет объединенная смесь. Едем стандартно, красиво. 15,6. Иногда, когда отпускает, больше гуляет стихиометрия. Скорость у нас примерно 60. Можем, конечно, разогнаться побольше и посмотрим, как оно все себя поведет. Видео примерно на 7 минут, как всегда. Вот мы в движении. Значит, получается, задавали вопросы на канале. А как я отношусь к настройке ГБО, там, одним из способов. Расскажу вам, как я отношусь. А раньше тоже тыком пальцы в небо, грубо говоря, настраивал это все. Получается либо объединенная смесь, либо как угадаешь. А сейчас на этом этапе у нас устанавливается смесь, та, которую хочется. То есть, водитель проездил, там мой друг Леша, он проездил на машине примерно 2-3 недели, пока я был там в Харькове. Друзьям помогал. Проездил на этой машине после настройки. Не может сказать свои впечатления, как себя ведет газовое оборудование, ну, то есть, после настройки. Как запуск, как плавность езды, основные вопросы. Потом, ну, экономия, наверное, точно, да, вопрос хороший. Ну, скажем так, спросим у него. Сейчас он будет говорить, что он ощутил после того, как мы настроили газовое оборудование по газоанализатору. Давай, Дюш, говори. Пришел час рассказать, как ведет себя машина, относительно заводки. Завожу я хоть и на бензине, на холодную, а потом включаю на газ. Вот ничего, я в этом плане не скажу. А на горячую заводится с полточка. Это перший момент относительно экономии. Залежит, как я еду на автомобиле. Если хочет экономить, значит, воно действительно экономить. То есть, цель езды. Если она ступает, то она на газу приблизительно так же, как и на бензине езды. То есть, кто говорит, что на газу машина тупейшая. Ну, если правильно настроенный газ, то я практически не чувствую. То есть, она такая взрывная, яркая такая. То есть, наступив на газ, нема ни тупняка, ни какого. Ну, то есть, просто она, как стрела, уходит вперед. То есть, да, тогда ее расход, вследственно, больший. Вот. По плавности хода. Машина плавно еде, обороты не скакают. Вообще, нема ни выстрелов, ничего такого вообще. Не похоже, что воно взагалі на газоиды. То есть, хороший, хорошая смесь такая, как на бензине вот. Я не бачу вообще разницы. Леш, задам вопрос, такий, как и я чувствовал. То есть, получается, если ехать вот ровно с одними стабильными оборотами, и получается, так, значит, ты разгоняешь машину и выравниваешь обороты, и надо постоянно газ, педаль, отпускать по чуть-чуть. Вроде, как вона сама пытается трошечки легенько ехать. Лучшенько, скажем так. И каждый раз отпускаешь, и отпускаешь педальку, вроде. То есть, тебе не было такого чувства? Ти знаешь, если, 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 если так вспоминать по поездке, да, вона вот именно, ей не напряжено. Вообще не напряжено, а не душится, просто, просто еду, просто еду. Так вот и легко. Роздушилась, легко еду. То есть, не вдавится ни газу. То есть, всего, как в море. Всего в море. А скажи, пожалуйста, ты посоветовал бы все же настроить, настраивать газовую через приборы или все же так крутить, как на у меня, как все, да? Уже другая практика техники, настройки техники через цей прилад. Вот. Перший був и мотоцикл, и другой же момент. Это моя автівка. Газ. Ох, не сравнимое преимущество настройки приладом. Вот. В ручном режиме ты так настроишь. Сколько питалось? Воно, вроде, приблизно, но и близко не такая езда, как настроенный приводом. То есть, я посоветую добить только приводом. Понятно. Вот. Такие у нас параметры. Как вы пачте, воно идея. Сейчас мы с горки кодимся, воно объединяя смесь, как положено. Настроил, напомню, между стихиометро и бензина. И получается стихиометрия газа. Машина плавно работает. Расходованный тоже, я думаю, приятный и хороший. Так что, вот вам такие позитивные моменты от настройки. То есть, если выбирать способы настройки, там, какие пропонуются в интернете, везде. Да, все это самое настраивается. То есть, первоначальная настройка газового оборудования осуществляется любым способом. Ну, а потом приходится, не приходится, с помощью прибора настраиваешь все идеально. И машинка, получается, ведет себя просто идеально. Я сам почувствовал все эти моменты, плюс водитель почувствовал. Так что, как-то так. Можно даже настраивать не в таком приборе, конечно, в движении. Лучше, конечно, ним. Можно настраивать газоанализатором, что тоже, в принципе, работает. И как-то так. Так что, всем привет, всем пока, так сказать. Всего хорошего. И всех благ. Пока-пока.